Всем привет! Не пугайтесь, мои сладкие малыши, это все еще я. У меня сегодня странный макияж, потому что я снимала видео. У меня странный парик, потому что я все еще снимала видео. И сейчас я села снова снимать видео. Меня, кстати, Лиса зовут, но ты можешь позвать меня замуж. И сегодня мы с вами будем снимать крайне необычный видос на моем канале, потому что это летсплей. О нет, этот канал не превращается к каналу летсплея. Но просто ситуация какова-то какова, что все мои друзья начали играть в одну игру, которая достаточно... кхм, пикантная. И когда в эту игру начали играть буквально все, и я в нее не играла, я поняла, что мне нужно ее скачать. И я ее скачала. И я поняла, что если я не сниму это видео, то мой канал больше не сможет существовать, потому что вы должны увидеть то, во что сейчас все играют. Вы должны это знать. Я вообще не знаю записывать летсплеи, я не смотрю летсплееров, мне это непонятно, поэтому если видео будет вообще не такое, как нужно быть, чтобы выставить летсплееров, то, извините, я вас предупреждаю, будет необычно. Бен, оценивающий скользит взглядом по твоему телу. Ладно, Бен. Прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал, делай тык, включай себе уведомления о публикации, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. И мы начинаем. Игра называется Chapters. Chapters. Боже мой, я чувствую себя стримершей, я не стримерша, и это даже все еще не косплей. Заходим в игру. Что мы здесь с вами видим? Здесь у нас целая куча всяких историй, и приколдается в том, да, три единства, что мы с вами можем выбрать любую игру из этих, о боже мой, какой кошмар, вы спалили, что я уже смотрела, нет, не смотрели, не передумала. Короче, три единства. Нужно что-то выбрать и пройти. Давайте пройдем про учителей, потому что тема такая насущная. Как соблазнить учителя? Играем. Кстати, мои подписчики, если введут вот этот вот промокод, если скачают игру по ссылке, получат себе кристаллики в игру, на которой вы можете покупать всякие ништяки, открывать ранний доступ и прочее, прочее. Кстати, за каждый дневный вход в эту игру вы уже получаете кристаллики, поэтому если вы просто в нее играете и проводите прикольное время, а потом кекаете с друзьями, вы еще получаете эту внутреннюю кристаллическую валюту. Как соблазнить учителя? Слишком горячий, чтобы быть профессором. Ты всегда была отличницей, но все изменилось. Твой профессор настолько горячий, что тебе становится сложнее сосредоточиться на учебе. Профессор Долсон умный, замкнутый и довольно неприступный, прям как Саски. Как думаешь, у тебя получится соблазнить его? Тигрыца. Ну, зная мои навыки, у меня не получится, но давайте посмотрим, может быть, с вашей помощью получится. Как соблазнить учителя? Зачем? Внимание! Это история об отношениях совершеннолетней студентки и преподавателя. Ой, а вот и наша тяночка, давайте выберем ее внешность. Она должна быть у нас настоящая, а хорни чика, потому что, чтобы соблазнить дядьку, надо быть хорни. Блин, ну вот эта чика мне нравится прям, она такая суперсекси, но мы, наверное, выберем не ее. Блин, нет, ну слишком няшка, слишком похожа на Дину Саеву. Ладно, будет она, подтверждаем. А можно одежду выбрать? Выбираем прическу. О, е, вот это ход. Это Гермиона. Это снова Дина Саева. Не знаю, кто это. Марисен? Нет, это не Марисен, я не знаю, кто это. Ё-моё. Блин. Нет, она идет соблазнять неучительницу. Ладно, будет с этим. Подтверждаем. Выберный вариант, покажите ваш образ. Мой образ отличный. Погнали. Отличный, вперед. Веди своими хани. О, боже мой, хани. Ладно, давайте ее назовем пыльцан. Она будет пыльцан. Потому что, типа, медовая пыльца. Выбери одежду. Ну, наконец-то. Так. О, вот это чика, мне нравится. Нет, это не домохозяйка же у нас. Все, вот это прям класс. У нас будет она хорни пыльцан. Бабенция пришла в школку. Мы видим с вами шкелку и зал. Пыльцан говорит, я пыльцан перебору. Моя первая пара в колледже начнется уже через 10 минут. Людей никого. Вот это хорошие студенты. Я родом из провинционного города Кентукки. И моя мечта стать врачом. Но почему ты учительница? Или это студентка? Подождите. Я думала, я думала, это взрослая женщина. Это студентка. Ладно, взрослые женщины тоже могут быть студентскими. Но сначала мне придется разобраться с некоторыми факультативами. И я начну с английского. Но в ролейской аудитории ты замечаешь в коридоре компанию парней из студенческого братства. Братан, зацени, я могу раздавить эту банку пива обоими ягодицами. Честное слово, эти парни склонжут такие же незрелые, как и старшеклассники. Раздается шипящий звук. Твою же мать, я забыл, что она полная. Что? А, банка. Жаль, что я никак не могу встретить кого-то зрелого. Вот это проблемы. Пиво лужи проливается на пол. Ты отбегаешь как раз в нужный момент, чтобы не запачкать свои новые туфли. Ну, в спешке ты случайно натыкаешься на кого-то. Кто бы это мог быть? О, ноу, это чел, которому мы выбираем внешность. Так, ну вот, конечно, тут вообще вопросов ноль сразу автоматом. Окей, это мы согласны. Так, давайте делать Тихена. Блин. Нет. Нет. Ну, нет. Ладно, будет это. Оставим дефолтную. Окей, у нас будет пыльцан и тоха. Пыльцан говорит. Ой, и открывает свой рот. Красавчик. Красавчик Тоха говорит осторожнее. Твои книги разлетаются по сторонам на сильные руки, ловят за локоть и удерживают тебя. Поднимай взгляд, ты видишь лицо Тохи, которое можно было бы вылепить из мрамора, но это правда. Красавчик, с вами все в порядке? Не волнуйтесь, я ничего не сломала. Спасибо, что удержали меня. Поможете мне собрать книги? Так, давайте предположим, что нам все еще нужно соблазнить дядьку. Какой вариант для соблазнения мужика подойдет нам больше всего? Ну, наверное, фраза «не волнуйся, я ничего не сломала». Это слишком сильно независимо женская. Спасибо, что удержали меня, типа, по собро. Поможете мне собрать книги? Это как будто я такая, типа, ой, я такая несместная, я не могу сама собрать книги, помоги мне, пожалуйста, если поймать СМИ. Да, вот это выбираем. Так, красавчик, с удовольствием. Давайте я вам помогу. Молодой человек собирает книги и передает их тебе. Держи. Пыльцан говорит спасибо. Обычно я не такая неуклюжая. Пыльцан врет. Вы грациозный, как лебедь. Это я должен был смотреть, куда я иду. Да, а вам часто препятствуют так говорят? Well, молодой человек помогает тебе встать на ноги. Он поднимает тебя с такой легкостью, будто ты перышко. Его широкие плечи обтягивает видовый пиджак, а бицепсы выпирают под рукавами. Вспоминаемого учителя по-русскому. Он выглядел иначе. Постойте, похоже, ваш рукав слегка заморался. Я почищу. Ты киваешь в знак согласия. Он протягивает руку. Смахивает слой пыли с твоего пиджака. Пыльцан говорит спасибо. Я еще не успела разобрать одежду после приезда. Моя соседка по комнате одолжила мне свою. И вы боитесь испачкать ее? Все верно. Мне непривычно носить деловой стиль. Поэтому я чувствую себя немного неловко. Если вам станет легче, могу с уверенностью сказать, что эти туфли и пиджак вам очень идут. Что ж, мне значительно легче от этого. Улыбка мужчины отлично подчеркивает его черты лица. Кстати, меня зовут Бен. Можно ты, но Антоха. Не могу вспомнить, называла ли ты свое имя? Я Пыльцан. Честно говоря, у меня плохая память на имена. Нет, Тоха, ты запомнишь Пыльцана. Я Пыльцан перебору. Так рада этой заднице. Так, давайте еще раз прочитаем варианты. Я уверена, ты меня запомнишь. Я Пыльцан перебору. И я так рада этой заднице. А какой вариант для соблазнительных баб подходит? Ну, наверное, первый. Я тоже так думаю, сказал Нипыльцан. У тебя занятие в этом корпусе? Да. Похоже, мы будем сталкиваться друг с другом на протяжении всего семестра. Чел, который готов взбивать женщину каждый раз, когда он ее видит. Неприятный пока что. Может быть, встретимся и как-нибудь выпьем кофе? Ой, вот, вот, чел, я бы пошла. Вот, в принципе, вся вот эта предыстория была не важна. Вот мне бы надо было достаточно только это сказать. Шучу, нет. Было бы неплохо. Кстати, меня зовут Пыльцан перебору. Рад знакомству Пыльцан перебору. Коридоры пустеют. Ну, там и так пусто было. Извини, что прерываю, но мне пора на занятия. Увидимся, Пыльцан. Ты запомнил мое имя? Ты же сказал его секунду назад. У меня такое чувство, что тебя будет трудно забыть. Ой. Молодой человек. Молодой человек подмигивает тебе и уходит. Ааа, может быть, не все парни в кампусе незрелые. А этот явно фальбертовал со мной. Мне не терпится выпить с ним кофе. Нужно узнать его номер. Зачем тебе номер? Узнаю в инстаграм. Когда выйду из аудитории, я уверена, мы столкнемся еще раз в холле. Ох, что ты похотливый Пыльцан. Ой, смотрите, у нас смена локации, ребят. Мы теперь в шараге. Ты заходишь в класс и занимаешь место за первой партой. Ну, в принципе, наверное, норм вариант. Кто сидит за первой партой? За какой партой вы сидели? Я всегда старалась сидеть в самом сзади или в центре. Вот у меня было два варианта. Или в задницу, или в самый центр залезть. Ой. К твоему огромному удивлению входит Бен. И его взгляд останавливается на тебе. Не смотрю на тебя. Три-единство. Короче, когда я сняла это видео, когда я смонтировала, я написала моей подруге, которая вот это вот все в основном играет. И я ей такая сказала, что меня вообще всрало от слова Три-единство. И она прислала мне фрагмент из Три-единства. И я не знаю, как меня вообще реагирует на этот крейдж. Ну давайте просто прочитаем, на Никаре там происходит. Додо Бакудеко, вошли в чат. О, господи, Бакудеко Тодо лучше вот тогда. За дверью коридор ведущей куск и тускло освещенной лестницы. Ожидание тянется мучительно медленно, а затем их большие тела заполняют крошечное пространство. Долго вы, говорит Джен. Джейсон отвечает, захватив тебя в страстный поцелуй. Минуту спустя крепкие обжигающие поцелуи тянутся и вверх по твоей шее, когда присоединяется Шейн. Может, надо было мне посчитать? Прочитай ты. Минуту спустя крепкие обжигающие поцелуи тянутся и вверх по твоей шее, когда присоединяется Шейн. Я в ужасе. Двое мужчин одновременно не касаются ко мне. Целуют меня! Я зажата между ними, меня ласкают и трогают без перерыва. Ты остраняешься, отчаянно нуждаясь в воздухе и видишь поцелуй прямо перед собой. Двое мужчин, которые только что целовали тебя, теперь целуют друг друга. Вот дерьмо! Это круто! Это слишком странно! Это несправедливо! Какой же вариант выбрать? Давай выберем... Это круто! Я догадывалась, что они целовались раньше, но не была готова к такому! Я тоже... Это заводит меня и я теряю контроль. Шейн и Джейсон расходятся, а внутри тебя все сжимается в виде их распухшие губы. Нравится то, что ты видишь. Что вампир? Да, очень. Шейн целует твою шею и утыкается носом в подбородок. Ты хочешь нас, Джен? Скажи, что ты хочешь нас так же сильно, как и мы тебя. Я не могу! Нет! Да! Все, ребят, вот и конец главы. Спасибо тебе большое, я тебя ненавижу, что ты меня это прислала. Триединство. Он очень удивлен. Вместо того, чтобы все рядом с тобой, он направляется к кафедре профессора. Погодите, что? Бен мой преподаватель? Если это так, то он недосягаем. Отношения между преподавателями и студентами с дорога запрещены. Ты подходишь к подиуму, и Бен достает вещи из своего портфеля. Он не может быть моим профессором. Я должна спросить его, может быть он помощник препода? А знал ли он, что я студентка? Свидание за кофе все еще в силе? Так, ну давайте подумаем, шо сильный... Нет, ладно, это другая история. Шо женщина, которая хочет влазить Аську, должна сделать? Спросить, поможет ли я вам преподу? Ну, это как-то немножко унизительно. Знал ли он, что я студентка? Ну, типа, наверное, чел, который работает со студентами, в принципе, может определить студента и не студента. Как думаете? Тем более первокурсника. И свидание за кофе все еще в силе? Ну, ХЗ, наверное, это самый тупой, поэтому его выберем вариант. Так, свидание все еще в силе? Ха-ха! А-а-а, Бен заметно бледнеет. Но быстро приходит в себя. Боюсь, что нет, мисс Перри Боу. Бен наконец-то встречается с тобой взглядом. Его точеное лицо, гладкое, как стекло. Извини, если я дал тебе ложные надежды. Я подумала, что ты тоже профессор из-за твоего костюма. Замирает от формального тона в его голосе. Ты чувствуешь, как уверенность постепенно покидает себя. Полицан, я все понимаю. А что, если бы я хотела, чтобы это повторилось? Ты бы ввел себя по-другому, если бы я не была студенткой. Мне не нравится ни один из этих вариантов. Я бы сказала, я все понимаю, но я не умею совлазить от мужиков, поэтому, ну, давайте второй вариант. Он какой-то наиболее фемийный, что ли. Бен неловко откашивается, а жар заливает его щечки. Уж ты моя маленькая прелесть. Боюсь, это было бы крайне неуместно, мисс Перри Боу. Я все еще ваш профессор. Я не хочу ставить вас в неловкое положение. И наши отношения будут строго профессиональными. Блин, ах да, мне нужно вернуться в свое место. Идет на место. Когда все садятся, Бен откашливается. Он старается не смотреть в твою сторону. Доброе утро, я профессор Доусон. Буду вести у вас English. London is a happy soul of Great Britain, you know. Пожалуйста, взгляните на план, который лежит у каждого на парте. У меня еда была тут. В соответствии с темой отрывка из книга Тима О'Брайана, вещи, которые они несли с собой. Сегодня вам необходимо будет выполнить задание. Низкий голос Бен окутывает в аудиторию успокаивающим туманом. Он просто хило кастует. Все девочки в классе неотрывно смотрят на него. Удивленная студентка. Вау, он такой горячий. Другая удивленная студентка. Согласна, это лучший предмет. Бен смотрит в твою сторону. Вы встречаетесь взглядами. Ну, здравствуй, профессор. Нет, простите. Ну, здравствуй, профессор. Он улыбается тебе. Но вдруг он быстро берет себя в руки и надевает маску безразличия. Он ни за что не потеряет ко мне интерес. Не после того, как он флиртовался, но раньше. Не будет лишним немного подразнить его. Я облежу ручку. Не, и чини, сан. Не, арегато. Или отвернусь. Ну, я думаю, это достаточно привлекать внимание. Облежу ручку. Ты просовываешь ручку между губами и начинаешь посасывать ее в тыльную сторону. Это странно. Ну, ладно. Девочки, очень хочется соблазнять мужиков. Бен в шоке. Я тоже. Глаза Бена темнеют любопытства. Ее взгляд сосредоточен на твоих глобах. Я знала, что это привлечет его внимание. Поверь мне, я тоже знала. Не такой уж ты стойкий профессор. Бен с трудом сглатывает. Чтобы он не сглотнул. Он нахмуривает брови. Пытается сосредоточиться. Задание. Задание, профессор? Верно. Вещи, которые они несли с собой. Бен говорит так, будто бы встал во сне. Я не буду шутить. Он бросает на твои губы последний взгляд. Прежде чем к нему возвращаются силы. Так что он сглотнул-то. Има Маска снова садится на его лицо. Нет, ладно, это слишком. Что происходит? Кто сел на лицо? До конца занятия я хотела бы, чтобы вы написали собственную версию текста. Эссе о вещах, которые носите вы с собой. И почему? О, боже мой. Я представляю, что там она будет писать. Если вы рассмотрите те же темы, что и автор Тим О'Брайан, то получите дополнительные баллы вместо нуля бесконечности. Постарайтесь взглянуть глубже. Не пишите просто помаду и ваш телефон. Подумайте о таких вещах, как вина, стыд, страх, вино. Но, пока все девочки в классе спешат сделать заметки, парень из братства недовольно вздыхает. Подождите, мы должны написать целое эссе. Целое эссе. Какие-то проблемы. Сегодня что к первой занятии? Почему вы сразу загружаете нас? Кстати, вот я на стороне чувака. Группа громко ахает от недовольства студента, а Бэ лишь поднимает брод. На никуре? Что, прости? Так много работы. Я планировал просто расслабиться и потусоваться сегодня. Все хорошо. Это очевидно, судя по пятнам от пива на его штанах. Вонючка. Я понял. Я тоже. Глаза Бена яростно сверкают, когда он обращается к парню из братства. Fire. Ты ведь знаешь, куда пришел? Это колледж, а не детский сад. Ну, это понятно. Мой отец уже давно спонсирует это место. Ты оборачиваешься и неодобрительно смотришь на него. Почему ты не прочитал книгу? Некоторые люди притратили много сил, чтобы попасть сюда. Ты ведешь себя неуважительно. Я думаю, что, наверное, первый вариант. Почему мы соблазняем богатого чела? Вчера мы были на вечеринке. Я только утром узнала, какие у меня пары. И что, теперь разве я виноват? То есть, вы не читали? Я думаю, мисс Перибол задала вам правильный вопрос. Но она же мисс Пельцан. Голос Бена становится низким и строгим, когда он снова обращается к недисциплинированному студенту. Если вы не будете выполнять задание, вы ничем не научитесь. Но то, что вы извлечетесь из этого предмета, может оказаться для вас бесценным. Я даже не читала этот отрывок. Я могу поспорить, остальная часть студентов тоже. Вот он правильно. Вот он молодец, делал, говорит. Это часть вашего учебного плана. А вы должны были его прочесть. Я думаю, что большинство твоих одногруппников выполнили это. Он не ошибся. Я практически вызубрила текст наизусть. Но только вчера вечером. Я точно знаю, как истолковать это произведение. Бен поворачивается к тебе. Мисс Перибол, вы читали текст, не так ли? Вы делитесь своими мыслями по этому поводу. Все взгляды в аудитории устремляются на тебя. Твои руки дрожат, а на щеках проявляется румянец. Отвечать перед группой в первый день в колледже? Довольно смело для девушки из маленького городка. Но я не могу отвезти профессора Доусона. И я не хочу, чтобы он думал, что я не выполнила свое задание. Я промолчу. Ну, явно впечатлю Бена. Ты пристально смотришь на профессора и улыбаешься. Что ж, профессор Доусон, темой произведения явно было принесение любви в жертву ради долга. Я думаю, что это вопиющий позор. В глазах Бена пляшет веселые искорки. Ой, там смотрю, дядьке вообще весело. Уморила его. Ну, почему же? Я думаю, что он должен был выбрать. Ой. Ну, она не думает. Солдату Джимми не пришлось бы выбрасывать из головы свою любимую Марту. Он мог бы сохранять воспоминания о ней и продолжить бороться. Иначе какой смысл так упорно сражаться? Значит, ты не веришь то, что любовью можно пожертвовать ради долга? Я думаю, что можно убить двух зайцев одним выстрелом. А лучше вообще ни одного зайца не убивать. Да, вы настоящий романтик, Мстерибол. Спасибо, что поделились своими мыслями. И когда Бен тебе делал комплимент, тебя пристально оглядывает несколько девушек, сидящих рядом. Удивленная студентка в красном фоне. Зачем он вызвал ее? Что в ней такого особенного? Другая студентка. Да кто ж его знает? Профессор Долсон снова поворачивается к сне дисциплинированному студенту. Если никто больше не собирается прорывать занятия, мы приступим к выполнению задания. В классе раздается шорох, студенты вытирают по листку бумаги из тетрадей. В 80-30 минут и время пошло. Все хватают ручки и начинают что-то писать. Интересно, что они там написали. Как только ты заканчиваешь, ты подходишь к профессору Долсону и передаешь ему эссе. Спасибо, мисс Перибол. И он бегло смотрит на твою работу. И такой, вау, это впечатляет. Студент, который заканчивает так же быстро, обычно задает работу с ошибками. А ты нет. Вот это вот девочка, вот это молодец. Но совершенно очевидно, что вы вложили много мыслей и всю внимательность в свое эссе. Я с нетерпением жду ваших комментариев. Если были задания на дополнительные баллы, сообщите мне его. Спасибо, что сказали это. Блин, ну вообще, конечно, наверное, второй вариант самый такой дерзкий, но не уверена, насколько он соблазнительный. Поэтому, наверное, ну хотя она у нас такая, типа тигрица, ну ладно, пусть будет вариант, который я бы выбрала сама. Ну, потому что я бы хотела дополнительный балл. Дядя мне неинтересен. Ты протягиваешь ему листок, сдевая пальцем его руку, на секунду он ее задерживает, а затем быстро одергивает руку. Я обязательно оповещу вашу группу, если появятся задания, на дополнительные баллы. Спасибо, сэр. Yes, сэр. Написано здесь, что твое сердце бешено колодится, когда ты выходишь из класса. Официально заявляю, Бен может быть и мой профессор, но я чувствую искру между нами. Мне будет сложно сосредоточиться на его предмете. Каком? Я думаю, горячий парень, хочу целовать его. Оу, шит. Ладно, будет последний вариант. Самый странный. Это правда. Очередное чувство надежды охватывать тебя, несмотря на прежнее холоднокровие Бена. Бен явно пытается вести себя профессионально. И он знает, что любые отношения между студентами запрещены. Но, может быть, мне удастся убедить его нарушить. Парочку правил. Посмотрим. Вау, смотрите. Бобян, с этой пришла в какой-то некий полостриб клуб. Клеопатрия. Молочный шоколад. Соседка по комнате. Рокси недавно получила свою первую актерскую роль. А, понятно. Она стендапер. Ее бойфрент Луис устраивает для нее вечеринку сюрприз и ты помогаешь в ее организации. Вот и Луис. Луис такой, серьезный дядя. Эй, Пульсан, я могу просить тебя о подложении? Конечно, пацана, можно просить о подложении. Сегодня в клубе не хватает персонала, а мы все еще не закончили подготовку. Принесешь парочку стульев из колодовки. Смотрите, Пульсан переоделся. Конечно. Эта дверь около выхода, да? Я еще принесу. Пошел Пульсан за какими-то вещами. Ох, фига там у них. Да у них тут кристаллическая чистота. У меня, конечно, извините, даже в магазинах менее чисто, которые продают средства для очищения комнат. В более чистой тя... В более тихой части клуба находится внешняя дверь, подпертая деревяшкой. Похоже, замок сломался. Я должна быть осторожна, чтобы дверь не закрылась. Ой, это опасно. Ты щелкаешь выключателем, но ничего не происходит. О нет, кажется, придется искать стулья в темноте. Я не вижу, здесь нет того стула. Тут ты тут же ударяешься ногой, о стоящее рядом ведро. Да. Ой! Низкий голос. Вы в порядке. С порога доносится мужской голос. Эх, как же больно палец. Кто ставит ведро посередине кладовки? Ну, конечно, мы будем орать о том, что нам больно. Не повредили его, бедный пальчик. Ударилось ведро, кажется. Не знаю точно, потому что лампочка перегорела. Да, этот клуб так и хочет совпадать в суд. И ты ковыляешь к двери. Чап-чап-чап-чап-чап-чап-чап. Я сама виновата, что вызвалась с этой чертовой инициативой сделать все самой. И вам нужна помощь? Что за низкий голос к кладовке? Это что, это ладовщик или кто? Кто это? Почему низкий голос не мог принести ведро, если он тут сидит? Что за чел, который сидит? Я не понимаю. Конечно, но не. Дверь захлопывается. Ой, закрывайте дверь. Вы оба пытаетесь открыть дверь. Она не подается. Ой, я что, только что запер нас? Наверное, это одна из тех дверей, которые открываются только снаружи. Вау, класс, спасибо. Я позвоню Луису. Нас быстро вызволят отсюда. И свет от экрана телефона падает на его сильный подбородок. Strong face. Что-то в нем мне кажется знакомым, подумал пыльцан. Вот черт, он не берет трубку. Должно быть, он куда-то положил свой телефон и забыл о нем. А мне очень вопрос интересен. Если там кромешная темнота, но у них есть телефоны, почему не включить фонарик? Ах, должно быть, он положил куда-то свой телефон и забыл о нем. Ладно, низкий голос. Скорее всего, так и есть. Мечтаю оказаться в непонятной кладовке с неким человеком низким голосом. Ты слышишь шарканье и звон металла. Мужчина освещает фонариком несколько пивных ящиков. Хочешь выпить? Это поможет скоротать время. О, конечно, я бы выпил что-нибудь. Обожаю пить в кладовке с какими-то незнакомыми дядьками пиво. Только если это не дешевое поло. Вау, а ты пафосно. Холодное пиво звучит заманчиво. То есть, тут все варианты хорошие. Ладно, ну пусть будет последнее. Возможно, тебе придется довольствовать с теплым. Выбирать не приходится. Он достает две бутылки и передает одну тебе, чтобы на нее села. С таким же успехом мы могли бы узнать друг друга получше, естественно, бутылку вместе. Судя по всему, мы застряли здесь на какое-то время вместе с бутылками. Очень интересно. Мужчина протягивает руку, и его хватка теплая и сильная. Что? Так, предположим, что это пиво. И я ее протягиваю. Эта рука забирает пиво. Но как мы можем понять, насколько цепкая рука? Или когда вы передаете пиво, вы делаете это? Это ваша рука, это пиво, пивная рука. И вы такие типа, забери пиво. И ты такой, забрал. Ладно, спасибо, я забылась. Ладно, неважно. Ссылка, кстати, в описании. Мужчина протягивает руку, и его хватка теплая и сильная. Меня зовут Бен Долсон. Peace. Я предвели олитру в одном из аниверситетов неподалеку. Ты же был на английский преподавал. И тут тебя осеняет, твое сердце колодится в груди. О, боже мой, я заперта в головке с моим горячим преподом. Конец главы. Благодарим за прочтение. А что было дальше, вы узнаете, если вы скачаете. Это потрясающе великолепная, потрясающе великолепную игру. И я не знаю, что вы будете делать со своим Тохой, или кто бы он там у вас ни был. Беном, Деном, сильным бородничком, или же неистовым голосом. В общем, ребятки, такое у меня летсплей. Всем peace. Все мои друзья, которые в это играют, у меня к вам много вопросов. Ну и вы тоже поиграете, и у вас тоже будет много вопросов.